Могилевская Софья Абрамовна, повесть «Восемь голубых дорожек», глава 31, трудна работа тренера. Сегодня Зоя Ивановна не узнавала от своих ребят. Они были на себя не похожи. Понуро стояли на построении в зале, вяло делали гимнастику, обычную перед уроком. Не озаровали, не фыркали от смеха. Точно подменили их. У Туси было кислое лицо. Она то и дело поджимала губы, дулась что ли на всех. А Шот почему-то гневно косился в ее сторону. Костя язвительно хмыкал, а у братьев-близнецов по-одинаковому и как бы удивленно были вскинуты светлые бровки. И Маринка стояла унылая, даже вроде бы подавленная. И тихая Галя уж очень пристально смотрела себе под ноги. Что случилось с ее дружной, веселой семеркой? Почему приуныли, пересмирели ребята? Из многих малышовых групп, с которыми Зоя Ивановне приходилось работать в спортивной школе, бассейна, эта группа была самой успевающей. Ребята подобрались способные, здоровые и, главное, трудолюбивые. Аккуратно, без пропусков, они посещали занятия и плавали уже лучше, чем ребята в остальных группах. Зоя Ивановна даже подумывала, чтобы весной, в мае, что ли, выпустить всю группу на одну из курсовок. Так назывались в бассейне классификационные соревнования, которые устраивались в конце каждого месяца. Интересная работа тренера. Но какое нужно терпение, и не только терпение, и любовь, и заботливость, и чуткость? Без этого толку не будет. А сколько бывает огорчений? Вот, скажем, Антон Черных. Она работает с ним третий год, способный мальчик. Из него может получиться пловец, как говорится, первого класса. Много ее сил, умения и времени вложено в работу с ним. И вдруг, почти накануне соревнования, он пропускает одну тренировку за другой, а сегодня, наконец, пришел и объявил. «У меня двойка, Зоя Ивановна, по поведению». Еле, сдерживая досаду, Зоя Ивановна спросила. «А ты знаешь, что с двойкой я не могу допустить тебя к соревнованию?» Он ответил «Знаю». И добавил с видом собственной правоты. «Но ведь я не мог вам не сказать об этой двойке». Почему-то Зоя Ивановне вспомнился в эту минуту Антон Черных таким, каким он впервые пришел в бассейн три года назад. Разбойного вида был мальчуган, но лицо смышленое, глаза живые. С любопытством сновали по сторонам. Все ему хотелось увидеть, узнать и, конечно, поозорничать. И озорничал же он в первое время. Так и сыпались на него жалобы. То кого-нибудь отколотит, с кем-нибудь подерется, то с кого-нибудь шапочку сдернет во время плавания. Потом выровнялся. Чем дальше, тем целеустремленнее и собраннее становился на занятиях. Все меньше было на него жалоб. Способный оказался мальчик. И не только способный, но, что важнее всего, трудолюбивый. А теперь, стоя перед ней в вестибюле, он переминался с ноги на ногу и, насупившись, молчал, будто ждал чего-то. И хоть знала Зоя Ивановна, что не имеет права с двойкой допустить Антона, даже к обычному уроку она не выдержала. Чуть грубовато сказала. Ну, чего стоишь, завтра буду говорить о тебе на тренерском совете. А сейчас, уж если ты здесь, ступай в воду. Как просияло его лицо, видно, он не ждал такого поворота. Можно? Не спросил, выдохнул он. А в глазах ликование, словно вдруг он ухватил за хвост какую-то сказочную жарптицу, сияющей, сломя голову, кинулся к окошку регистратуры. Сунул пропуск, схватил жетон и бегом в раздевалку. Оглянуться она не успела, как он уже ждет ее у воды. И вот он поплыл. Руки сильными грибками посылают тело вперед, вперед, вперед. Здорово идет. Вот, отлично. И сердиться ей уже не хочется на Антона. Она любуется им. Как свободно вытянуто его тело у поверхности воды. Как красиво и четко работают руки. Как точно и размерено дыхание. Проклятая двойка. И угораздило же его. Да, трудна работа тренера. Много нужно терпения. Много бывает и огорчений, и разочарований. Позже, когда Зоя Ивановна окончила занятие с малышовой семеркой, все ребята группы, вместо того, чтобы бежать душевую, стайкой окружили ее. Все, кроме Туси. Туся почему-то сразу ушла. И тут началось неожиданное для Зои Ивановны. Перебивая друг друга, каждый, стараясь перекричать остальных, принялся втолковывать ей, что двойка у Антона Черных вовсе и не двойка. Что она, то есть двойка по поведению, поставлена Антону несправедливо. И что она, то есть Зоя Ивановна, не должна обращать внимание на эту неправильную двойку. И она, то есть, опять эта дурацкая двойка, не должна помешать Антону участвовать в соревнованиях. И пусть она, то есть, снова Зоя Ивановна... До того они разволновались, до того раскричались, что понять ровным счетом ничего невозможно. Наконец, Зоя Ивановне удалось вставить. Погодите-ка, ребята, да Антон мне сам сказал про двойку. Мало ли что, запальчиво крикнула Маринка. Сказал, потому что соврал, соврал и больше ничего. И тут же, спохватившись, что так заговорила об Антоне, быстро поправилась. И все равно он очень честный, ужасно благородный человек. Значит, сегодня Антон уже занимался в бассейне? Медленно соображая, спросил Костя. Его близорукие глаза без очков смешно моргали. Тогда, значит, все понятно. А что тут было понятного, сам Костя не понимал. А уж Зоя Ивановна и подавно. В конце концов, ребята все же рассказали ей довольно вразумительно обо всей этой истории. И Зоя Ивановна обещала им сегодня же позвонить в школу и выяснить, как дело было и с окном, и с двойкой, и с Сергеем Ястребцевым. Хотя он и отличник, а дрянь. Вернула свое словцо Маринка. А пока что Зоя Ивановна успокоила ребят. Она разрешит Антону тренироваться, а на его несправедливую двойку не будет обращать внимания.